...занимается. Мне интересно, чем дело кончится. Это кемеровская область. Собственно говоря, ну, может быть, они получат какие-то совершенно потрясающие результаты такого процесса, но это будет понятнее ближе к концу года. Но вопрос передачи этого имущества, пользования этим имуществом, подключения к нему это все острые вопросы, которые как-то там будут решаться. То есть у них есть неопределенный план, но как это будет реализовано, не могу ответить. Давай посмотрим. Подождем. Ну, собственно, софт финансирования, оно реализуется в счет того, что часть объектов строится на бюджетный счет, а часть объектов можно строить в управляющих компаниях. То есть там нет такого требования, что в каждый объект нужно вложить пропорционально, вы можете какой-то объект построить за свои, например, статус-порциональные, а остальные построить за счет денег. У коллег из Адмуртии вопрос. Я не знаю, кто у вас вопросов, вы уже все, расстроитесь во всем. Расскажите, это Светлана. Индустриальный парк развития, там мы уже в 19-м году получили, и у нас следующий вопрос. Вот есть ограничения в программе, что на один индустриальный парк субсидия может быть выкидена один раз. Но если управляющая компания владеет несколькими индустриальными парками, я так понимаю, может ли она управляет, на другой индустриальный парк получить? По факту это уже даже случилось, по-моему, даже, наверное, пару раз. Извините, я уже пытаюсь отобрать второй вопрос. Есть ли ограничения, что один регион заявляется с тремя, с шестью парками? Смотрите, такого ограничения нигде вы не найдете, письменного. Но по факту есть... Да, да, тут уже коллеги из Минс, на первых. Значит, по факту у нас... Ну, во-первых, регионов, которые заявляют много проектов, которые могут получить субсидию, не как-то не бумажных, но которые могут. Их не так много. У нас таких регионов там много кто-пяти стране. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, это регионы достаточно развитые, не бедные. Кстати, один еще из факторов, в больницу добавляет это отсутствие инфраструктуры. То есть, если у вас ничего нет, вам тоже будет балл. Значит, и поэтому вот в момент экспертизы и там принятия решений, конечно же, там, два-три проекта от региона это абсолютный максимум, который министерство готово поддерживать в определенный год. Профинансировать, получается, даться можно сколько хочешь, но профинансировать. Да, остальные... Можно обречить, четыре часа. Да, смотрите, есть на самом деле некоторые ограничения. Подавать можете сколько угодно, сколько сможете подготовить. Профинансировать, вы сможете все равно не более трех проектов одного региона в один год. Кроме того, есть ограничения, про которые Борис уже сказал, что если есть начатый проект или начатые проекты, то в следующем году, пока эти проекты не будут завершены, ни один проект в большем регионе не сможет быть одобрен. Но, возможно, коллеги над этим плотно работали, возможно, будут до конца года внесены изменения, что нужно будет новые проекты региона финансировать, если по текущим проектам нету задержек. То есть, если проект реализуется в графике, регион показывает себя добросовестным партнером, то окей, федерация будет готова рассмотреть еще новые дополнительные проекты. Поэтому я думаю, что это же, потому что будет более жесткий контроль со стороны, наверное, министерства за регионами, ну а, соответственно, регионы будут более жестко контролировать те парки, которые пришли и сказали, что мы готовы сделать хороший индустриальный парк и сделать это вовремя. Касательно нескольких индустриальных парков у одной управляющей компании, ну, я это понимаю, для вас этот вопрос актуальный, у вас несколько проектов в регионе, у нас, на самом деле, сегодня запланировано второе половине выступления директора управляющей компании Гипмайстера, который, собственно, на несколько проектов уже в разных регионах запустил. Я, может быть, тогда предлагаю Фариду слово сейчас дать. А у него красные управляющие. Это разные. А-а-а. Но у нас есть случаи именно такие. Хорошо, тогда мы не будем еще одни от наших программ, потому что нормально. У Фариду парк один. Окей. Максим, можно дополнение? Да, конечно. Добрый день, коллеги. Сергей Васильев, наверное, решение. У меня предложение к ассоциации. Раз, я так понимаю, сейчас ассоциация подключилась к работе корректировки к 2016-го постановления, которое, ну, понятно, что с диреком надо обсуждать. Вот тот вариант, который, Максим, говоришь, о том, что если сейчас нету задержек по календарному графику, вот вопрос такой скользкий, да? Сегодня нет задержек, завтра они появились, и что там опять стоп-лист? Наверное, будут на момент подачи или рассмотрения заявок и все. Вот у меня такое предложение, да? У нас бюджетный процесс по подаче заявок, он захватывает, ну, грубо говоря, первый, второй и третий квартал, допустим, текущего года, и заявляемся мы на следующий. Парки, которые являются для нас препятствием участия в конкурсе, да, есть от одного региона несколько проектов, они обязаны завершить свои проекты и ввести объекты в марте следующего года. Предложение логичным, на мой взгляд, представлялось бы такое, паркам надо разрешить участвовать в конкурсе, но апрель следующего года станет точкой отсечения. Если те парки не завершили, да, то регион не участвует, а если парки завершили, почему бы не участвовать в конкурсе? Тут есть нюансы, потому что, ну, во-первых, вот смотри, вот по этому году, во-первых, там первый и второй квартал, акседура сейчас у нас. Почему? Потому что в третьем квартале они уже утверждают сумму на следующий 8 финнов, закладывая. Соответственно, вот то обложенное решение, которое ты предлагаешь, оно сейчас не проходит, потому что непонятно, какую сумму согласовываем. Если они согласуют большую сумму, потом их надо перераспределять, деньги у нас как у нас, если потрачено много, это плохо, если потрачено мало, это тоже плохо, вот поэтому... Это даже хуже. Это не ошибка, это преступление. В общем, там нету решения адекватного, я тоже об этом думал, как это может выглядеть, но непонятно. То есть, когда мы принимаем решение, по сути, летом, а деньги выдаем, потом уже зимой, то есть, либо мы совмещаем эти все истории, процедурно, в одной точке, но бюджетный год, он как бы у нас в другой момент не проформируется, в сентябре, в начале. Но вы же понимаете, в Татарии проблем нет перекидки между парками внутри Ориона. Как бы, какой практически момент следует, вот из-за того факта, необходимая, это такая определенная тактика принятие решения на региональном уровне, потому что, если это ограничение будет сохраняться, то, по сути, регион сможет участвовать в конкурсе один или два раза. Вот, больше не успеешь в этот раз. И это значит, что нужно хорошо выбирать, с каким именно проектом идти на конкурс. Потому что, второй попытки можно не выбирать. Ну, на самом деле, Сергей раз уже заговорил про сроки подготовки документов. давайте, может, кратко, подлиннее давай, подробнее расскажу. Хорошо. Смотри, да, у меня просто сразу тогда какие-то новые джебо-коллеги сейчас из МЭКС.